Проведение Дня призывника не меняет свой формат. В обязательном порядке Войнком полковник Андрей Ануфриюк зачитывает постановление президента Белоруссии, гласящее, что будет выполнено в целях поддержания боевой готовности вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны. Уволить в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву службы в резерве. Призвать в сентябре-ноябре 2024 года на срочную военную службу службы в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. Около двух сотен парней, пенчан и жителей региона приготовились сменить гражданскую форму на армейскую, жить согласно воинского устава и выполнять приказы командиров. Все это ожидает и призывника из нашего города Антона Рыженкова. Распределили в Лунинец, ракетно-зенитные водителям пойдутся категории. Хочу служить прекрасно, вообще только с радостью пойду. А там, признается Антон, он, как и другие парни, желает получить для себя только плюсы. Как минимум опыт жизненный, очень полезный, я считаю, для любого парня в этом возрасте. Я думаю, что армия – это, наверное, важный этап у каждого человека, особенно у мужчины. Он сказал, обязательно сходи, а отец – я служил, и ты служишь. Известно, что из всего числа призывников около двух десятков будут служить на защите рубежей нашей страны, в том числе в Пинском пограничном отряде. Некоторые из молодых людей еще во время мероприятий призыва заявляли о желании попасть именно туда. Так и получилось. Стараемся по возможности всегда учитывать пожелания призывников. Если молодой человек желает проходить службу в какой-то воинской части, например, у него там брат служит, у него там друзья служат, и какие-то другие причины. Я бы тоже хотел служить со своим старшим братом, но не всегда это получается. Мне, например, очень приятно, когда желание призывника совпадает с нашими возможностями. Со сцены артисты заряжали будущих солдат позитивом своих творческих номеров, а гости мероприятия добрыми пожеланиями и напутствиями смело служить, тем более в современной белорусской армии. По сравнению с той армией, которая была в Советском Союзе и нынешняя армия, но это две большие разницы. Нынешняя армия, как мы видим, практически вся находится в интеграции, то есть развивается, а не стоит на месте. Нужны новые знания, новые навыки, чтобы управлять всем тем, что сейчас находится на вооружении. У нас же тогда было все советское. Что бы вы хотели пожелать нашей молодежи перед уходом в вооруженные силы Республики Беларусь? Хотелось бы пожелать им, чтобы они не боялись вооруженных сил, это во-первых. Во-вторых, шли туда и понимали, что они оттуда придут, получив новые знания, новые навыки, новые умения, которые впоследствии пригодятся им в мирной жизни, в их развитии, в их благополучии. Еще обычно призывникам желают, чтобы время на армейской службе пролетело незаметно. И они вернулись домой возмужавшими и только с добрыми воспоминаниями, как честью выполняли долг, охраняя покой жителей своей родной страны Беларуси. Беларуси. Беларуси.